Целую, да? На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна Болит, что-то сердце не вынести У доктора тоже болит Старается он тебя вылечить Ночами подою не спит Верила, верила, верю Клятву давали не зря На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна Идут сюда люди разные Дети и старики Годни наши праздники Прямо скажу нелегки Верила, верила, верю Клятву давали не зря На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна В этом же доме впервые Вратенец своего господа Рады не только родные Верила, 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 верю Клятву давали не зря На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна Все планы, надежды и думы Вершаться пускай поскорей Пусть будет на нашей планете Побольше здоровых людей Верила, 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 верю Клятву давали не зря На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна Верила, верила, верю Клятву давали не зря На стеже открыты там двери Тем, кому помощь нужна Судьбы людей часто схожи Замы в горах Который то сбирается покруче То огибает непредалимое препятствие То перебрасывается местом Над пропастью или ледяным ручьем То пробивается сквозь гранитные скалы Есть на пути и солнечные поляны Заросшие мягкой травой и яркими цветами Есть и участки затемнения Случается, идет дорога под уклон Или бьется по самому краю пропасти Но все-таки она идет вверх Таким тернистым путем Шли люди, посвятившие Свой трудовой жизни Великому делу Избавление человечества от страданий Творцы одной из самых древних наук На земле медицины Я хочу Много теплых и добрых слов сказать В адрес наших ветеранов Ветеранов, пенсионеров Уже пенсионеров Но которые еще трудятся 50 лет Трудовой стаж У нашего ветерана Нашей медицинской сестры Булойчик Людмилы Федосовны Родилась она в нашем районе А где она? Нет ее? Есть А, ты маленькая 50 лет жизни Продала она благородному делу Охрану здоровья людей Родилась она в нашем районе В 50-м году приступила к своей работе У нее одна единственная запись Трудовой книжки Принята на работу В нашем районе Честь и хвала этому человеку Потому что где бы она не работала Была она председателем Красного Христа Медсестрой Фельдшера Санстанции работала Везде и всюду Доброта и теплота Ласковые руки И прекрасная душа Сопровождали этого человека Сорок три года Трудовой стаж Чепикова Елена Захаровна И Колесниковой Тамары Павловны Сорок три года Счетрой душой Прекрасным, добрым сердцем Трудятся в нашей больнице Спасибо вам И низкий поклон И я хочу Чтобы вы дали напутственные слова Нашей молодежи Чтобы они посмотрели на вас Все-таки те девочки Которые пришли Пятьдесят И сорок три года Были же вы такими Как они теперь И за это время Как вы трудитесь Кроме слов благодарности К вам Никто Ни с какими Протензиями Не обращался Поэтому я хочу Чтобы вы втроем Вышли на сцену Хорошо так Ну давайте Куда смотришь Два слова Из вас Молодей Скажите пожалуйста Скажите Для молодежи Для этой аудитории Запоемь на пусты Пожалуйста Мне начинать? Да Начинать Начинать Как сказала Валентина Ивановна Я уже полвека проработала В своей дорогой больнице Я не боюсь этого слова сказать Потому что она Действительно Для меня Дорогая Работала Мой трудовой День Начался 15 июля 50-го года Я тогда еще был Рай здравоотдел Я Шла в рай здравоотдел Мне предложили Должность Мединспектора Это Лочебная Должность была Я проработала Несколько лет Но я Бумаг не люблю И люблю лечебную работу Я ушла Работать Заведующая Фельдшер С акушерским пунктом Проработала Там несколько лет Потом Прогласили меня В санстанцию В санстанции Лет 8 проработала Потом Под акушеркой Работала В женской консультации А потом В властной кабинете Ввели Должность Фельдшера И вот Я Этот Прогласили меня Работать И Деработаю По сегодняшний день Это уже лет Показать 30 Ну Что еще сказать Медикам Я не случайно Получилась Я С детства Можно сказать Что любила Эту профессию В моем доме Где Каплан Закон Тогда еще Здания не было Специально Для фельдшерских Фапов В моем доме Был расположен Фельдшерский Кушетский Пункт Работал У нас Тогда еще За Александр Федоров Захожий Мне работа Очень нравилась Медицина Я всю жизнь Мечтала Стать Медработникам Я конечно Мечтала Институт Окончить Но по своим Обстоятельствам Некоторым Не получилось Я закончила Фельдшерский Кушетский Техникум Бабуйский Ну Вот Мне кажется Из всех Этих Тридцати Лет Мне лет Пятнадцать Пришлось Самостоятельно Одной Работать В кабинете Мне кажется Что могла Все свои силы Все свои знания Я отдавала Работе И мне Больны Меня не в обиде Я вообще Свои силы Старалась Отдать Что только Могла И что только Знала Для меня Это как Виктор Иванович Сказал Просыпаюсь И когда я иду На работу Это для меня Большая радость И теперь Мне кажется Я не смогу Жить Без работы Это у меня Две Важные Такие Два момента Я устаю Позвоню Своим детям Если дети Мои здоровые Конечно Они на первом месте Это главный момент И второй Когда я иду На работу Я не знаю Что еще Хочу Пожала Своей молодой Чтобы они Трудились Честно Внимательно Относились К больным Даже Ну даже Вот Как я Проработала Я считаю Что я Очень Свои силы Все уложила Как могла Ну а Если И Проработать